Роман Евгеньев Сначала не поверил, зашел в новости почитать, смотрю, реально меня вызвали. Конечно, эмоции только положительные, я очень рад, что вызвали. Сейчас тренировались уже с национальной сборной на соседнем поле, молодежная команда. Никто не шутил, может быть, не спрашивал что-то, потому что две основные сборные сейчас тренируются рядом. Поэтому переходят футболисты с одной площадки на другую, и в то же время вы пошли на повышение. Да нет, пока не было никаких шуточек, все спокойно. Только первый день собрались, поэтому еще не успели пошутить. Ты не один из молодежной сборной здесь в национальной команде, сразу шесть игроков. Как считаешь, что это показатели работы тренерского штаба и всей молодежной сборной России? Или же вы так хорошо играете, именно конкретные люди в этот период? Ну, наверное, и то, и другое. Мы хорошо себя проявили на отборочном этапе, вышли на Евро. Вот из-за этого, наверное, нас обратили внимание. Ты вообще для себя готовился к тому, что это может произойти, что ты, может быть, как-то внутренне настраивал себя, что это нужно? Ну, я не говорю, что прям я ждал вызова, но просто предполагал, что могут вызвать, и все. Просто спокойно работал в Динамо, и все. Сейчас молодежная сборная завоевала путевку на чемпионат Европы, в то же время ты и вызвал национальную команду. Понятно, что здесь нет принципа приоритета, что важнее, все важно. Но для себя, вот, как ты решил, вот куда вызвут, там и будешь наверняка, да, показывать все, что ты умеешь. Ну, да, моя задача – работать, тренироваться, а там уже, как тренерский штаб команды скажет, за молодежную или за национальную, там я и буду играть. Согласен ли ты с тем, что позиции центрального защитника дефицитные в России, и, может быть, понимаешь, с чем это связано? Сам играешь на этой позиции? Ну, я не знаю, честно говоря. Просто у нас в России, наверное, мало доверяют защитникам, там, и вратарям. Если у молодых выпускают только нападающих, там, полузащитников, поэтому, наверное, и мало. За окном буквально Динамовская база находится, не тянет туда посмотреть, что там происходит? Да не, я и так часто там нахожусь, поэтому тоже надо переключаться. Два буквально вопроса, связанные с клубом. Сейчас хороший отрезок тоже у Динамо, три победы. Что-то изменилось с приходом нового тренерского штаба или за счет чего удается не просто там показывать хороший футбол, но и уверенно так выигрывать? Ну, когда приходит новый тренер, это всегда какая-то новая встряска. Не знаю, но новые требования, новые эмоции. Это первый иностранный тренер вообще в моей карьере. Поэтому все нравится пока. Все понимают, как играть, что от нас требует тренера. Ну, пока получается все в Динамо. Вчера после матча с Локомотивом, я так понимаю, ты сказал, что провел едва ли не лучший матч за Динамо. Окрылило ли тебя это перед приездом сюда в национальную команду? Ну, наверное, да. Ну, конечно, я и с повязкой выше гол забил в первых. И, конечно, пока, надеюсь, не лучший матч, но в данный момент это самый лучший матч с Динамо. Заключительный вопрос, Роман, он немножко глобальный. Вообще, какие-то ты цели ближайшие для себя ставишь? Ну, условно, закрепиться там в клубе, получить постоянно капитанскую повязку, закрепиться там в национальной сборной, выиграть какие-то награды с молодежной. Вот что у тебя сейчас, на каком месте, что ли, с точки зрения приоритета задачи? Ну, честно, не могу так сказать. Просто хочется играть в футбол. Ну, конечно, с молодежной сборной хочется провести на Евро. И национальной сборной закрепиться. Ну, и с Динамо идти в первой тройке. Продолжение следует... Продолжение следует...